Краснодарский край по количеству национальностей и конфессий один из самых богатых в России. Представители более ста народов соседствуют на территории Кубани. Они мирно живут и работают, создают семьи и растят детей. Все это происходит в обстановке стабильности и добросердечия. Но чтобы ее сохранять, нужно над этим серьезно работать. Это прекрасно понимают в нашем крае и в Славянском районе. В заседании Межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений участвовали глава Славянского района Роман Сенеговский и славянский межрайонный прокурор Алексей Долган. Были приглашены главы поселений, представители правоохранительных органов, общественности, всех заинтересованных служб. Роман Сенеговский, открывая мероприятие, подчеркнул важность его темы и необходимость поддерживать межнациональный мир, который является одной из важнейших ценностей в нашей стране. В районе, где плечом к плечу живут и трудятся люди самых разных национальностей, очень дорожат существующей стабильностью. И полиция также вносит свой вклад в противодействие экстремизму и профилактику правонарушений на национальной и религиозной почве. Цель выявления предпосылок возникновения угроза в последней оперативной остановке на территории обслуживания отделом Роман Сенеговского района Роман проводят оперативно-перфилактические мероприятия, направленные на проверку и отработку лиц, прибывших из Северо-Павказского региона, Республики Северной Азии, Украины, а также иностранных лиц, не умеющих гражданства. Проводятся рабочие встречи, совещания с совместными представителями, государственной власти, общественных объединений, традиционных религиозных концессий, национально-культурных автономик, по вопросам обеспечения своевременного обмена информацией, целью недопущения проникновения в общество и идеологии национального расово-социально-религиозного экстремизма. Активирована работа среди членов диаспора, миграционной среди, среди установления лица, развивающих национальную межрелигиозную грозь. Вся работа правоохранителей направлена на то, чтобы не допустить проявления экстремизма, сберечь мир и согласие в муниципалитете. Трудно переоценить в сохранении благоприятного межнационального климата и роль армянского общества, культуры и милосердия. Здесь мы живем в одной большой стране, в одной большой семье. Жить надо бедно. Особенно высокопротенциальная конфликт, бедность, склонность к управлению экстремизма в молодежной среде. В связи с этим еженедельно проводятся реализированные работы среди армянских молодежь по профилактике экстремизма и допущению конфликтных ситуаций, которые могут привести к дестабилизации обстановки в городе. Глава Славянского района отметил, что наработанный положительный опыт нужно использовать для того, чтобы и дальше укреплять межнациональное сотрудничество. Если какие-то моменты есть, мы для этого и собираемся. Не просто в монотонном докладе перечитывать, а вот где-то может и на острие задать вопрос, и какие-то недоработки наши озвучить, и может быть просто перспективу какую-то дальше проговаривать. То есть, чтобы все было спокойно, чтобы все народы жили мирно, дружили, работали. Это намного важнее, чем парк построить, намного важнее, чем школу построить или что-либо еще. Поэтому здесь вот невидимые нити, мы образно друг друга уважаем, друг другу приходим на мероприятие, друг другу помогаем, да. Я имею в виду, вот оно вроде бы как по умолчанию все идет. Но есть, может быть, какие-то вопросы, которые нам на повестку выносить и дополнительно что-то двигать, развивать. Для того, чтобы выполнить план мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики, всем нужно очень постараться. И в докладах глав сельских поселений, озвученных на заседании, нашла отражение работа, проведенная по всем направлениям. Петровчанами считают себя люди 25 различных национальностей, и все они прекрасно уживаются в поселении. За последние три года на территории поселения каких-либо конфликтов и споров в рамках междунациональных отношений не происходило. Остановка стабильна, спокойна. Медсистема администраторной работы с населением, совместно с активом КОСОВ, ведется постоянный мониторинг за пребыванием граждан, в том числе и за гражданами других национальностей. Остановка на территории грозного сельского поселения спокойна. На территории протокского сельского поселения проживают представители 16 национальностей. И здесь все отлично живут и работают. Нет конфликтов и происшествий на межнациональной почве. Межеквартально проводится мониторинг этносоциальной обстановки поселений. Вся эта работа ведется в соответствии с краевыми федеральными законами и рекомендациями. Вместе с тем, в мадер-регион, в котором живет многонациональная семья. У каждого народа своя культура и история. Наше поселение не исключение. В протокском сельском поселении также составлен план по реализации стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года. Воспитывать настоящих патриотов и людей, по-доброму относящихся ко всем согражданам и землякам, какой бы национальности они ни были, нужно уже начиная с юных лет. Поэтому работа с молодежью в приоритете. У нас есть общественное молодежное движение «Молодежный поток», который также выходит с представителями правоохранительных органов в рейды по соблюдению правопорядка. И ребята также занимаются мониторингом соцсетей, на предмет выявления экстремистского характера ссылок, сайтов, материалов. Реонодушные ребята также ведут в правоохранительных органов. Мы встречаемся с ними регулярно, еженедельно. Вчера буквально подполнили ряды этих ребят, которые тоже имеют желание заниматься такой работой. Славянский межрайонный прокурор Алексей Долган рассказал о большой работе по противодействию экстремизму в интернете, которая проводится сотрудниками прокуратуры. Благодаря ей блокируются экстремистские сайты. Он также подчеркнул, что добрые традиции межнациональных отношений, сформированные в районе, нужно поддерживать и развивать. Традиции межнациональных отношений формировались не один десяток лет, и сегодня население в районе живет одной семьей. Конечно, следует чаще проводить встречи с представителями Диаспорта и активом общин для более лучшего понимания обстановки и недопущения ситуации, способных помлечь такие крайние формы, как ненависть или вражда. Я думаю, мы никогда с этим не столкнемся. В первую очередь в молодежной среде, что формирует понимание о тенденциях культурного развития молодых людей с учетом национальных традиций. Это очень важно, потому что все начинается, вы знаете, в молодежи. Учитывая многолетнюю стабильность межнациональных отношений в районе, хочу пожелать согласия, понимания, уважения друг к другу, что является заломом счастливой жизни. Подытоживая все сказанное, Роман Синеговский призвал держать вопросы межнациональных отношений постоянно в поле зрения всех заинтересованных служб и тесно взаимодействовать в случае каких-либо проблем. Мелочей здесь нет. Наша задача, прежде всего, профилактика, отслеживать, правильно Алексей Васильевич сказал, сайты отслеживать, смотрят, кто кому-то пишет и к чему призывают. Правильно было случено вопрос. Ещё желательно, чтобы участковые, по-моему, лет работали в студиале, да, когда вот год работает, два рожутся, три работает, население знает, его знают. Красной нитью через все выступления на заседании прошла мысль о сохранении мира и согласия в муниципалитете. Именно тогда люди всех национальностей будут уверенными в завтрашнем дне. И этот мир и дружбу между народами нужно ценить и беречь. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.